Такого ремонта лучше бы и вовсе не было, сетует Лидия Шаховцова. После того, как рабочие вскрыли крышу, ее квартира на пятом этаже поплыла одной из первых. Испорченные потолок и обои – полбеды. Хорошо проводку не замкнула. Дождевая вода текла прямо на электрику. Целое плавание было. Мы всю ночь спали, дня три назад, четыре. Через край из квартиры вода текла через край на площадку. Мы всю ночь тряпку убирали, чтобы вода не прошла к соседям ниже. Капитальный ремонт дома запланирован на два года. В следующем приведут порядок электрику, тепло- и водоснабжение. Задача 2019-го – крыша, фасад, укрепление балконов. Ремонт стартовал не 26 июля, как было запланировано, а 19 августа. Жильцы говорят, сначала видели двух рабочих, потом четырех. После того, как в ситуацию вмешались СМИ, бригада увеличилась. Они сейчас хотят в две недели уложить то, что они не сделали за три месяца. Мы такое решение не принимаем. Мы такой способ ремонта не принимаем. То есть документы подписаны не будут нами. Сюрпризом оказался и ремонт фасада. Оказывается, рабочие отштукатурят только внутреннюю стену дома. Остальные три лишь помоют. Почему между жильцами и исполнителями так много несогласований, прокомментировали в фонде капремонта. До сих пор собственники не определили, что они хотят видеть. Мы собираем группу активных жителей, проговариваем с ними. На следующий день приходит другая группа активных жителей и не соглашается с мнением первой. Мы до настоящего момента не имеем уполномоченного лица. Кстати, подрядчик ошибки признает. Обязуется выплатить компенсацию хозяевам пострадавших квартир и даже закончить ремонт в срок. Все это учтено, все будет устроено в ближайшее время. Пусть никто не волнуется. Все выполним, взят на себя обязательства. Но жильцы настроены решительно. Такой, цитата, капитальный разгром им не нужен. В апреле 2020-го, когда начнется второй этап работ, с этой подрядной организацией они сотрудничать не хотят. Юлия Матвеева, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.